Хо-хо! Друзья, привет-привет! С вами на связи Олег Алавгудвин и мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии и переходим к растягиванию и декомпрессии шеи со скручиванием, когда человек лежит на животе, спиной вверх. Соответственно, мы обходим, но мы уже все размяли, шея достаточно мягкая, обходим человека с этой стороны и кладем голову на бок, поворачивайте аккуратно, берите за череп, ни в коем случае не за горло, за лицо, бывает, пальцы, берегите вашего подопечного, все-таки должна быть гигиена и забота. Предупреждайте сами, чтобы он расслабился, ничего не делал, не сопротивлялся, не помогал вам, а то бывает иногда, человеку вы положите голову правильно, а он начинает подравниваться еще вот так, он подогнется, руки там подставит. Вот вы им управляете, говорите, положили голову примерно латерофлексия в бок, да, и ротация получилась в сторону. Наблюдаем, чтобы вдоль красной линии, вот этой, которая идет вдоль этих отростков, да, по ее продолжению оставался кончик носа, то есть он как бы вот по этой линии идет. Голова лежит на скуле, получается, вот на вот этой, как вот качается, вы должны почувствовать этот момент качание, вот когда он качается, появляется свобода. И теперь возлагаем руку сзади пальцами, получается, с двумя, за основание черепа, за туночную кость хватаем, да, все ладони натягиваем, противоположную руку упираемся на кримлянный отросток, и желательно палец большой вниз, чтобы рука ни в коем случае не соскользнула, поэтому мы вот это делаем через ткань, тряпочку, там, полотенечка, да, ну, находит, конечно, салфетку можно. В мою позу обратите, как я встал, я уже максимально напряг и растянул, то есть как будто бы из лука выстреляли, растянул, растянул иск раз, уже в этот момент можем слышать хруст, и теперь ротация. Голова вращается так, да, мы повернули за зацучную костью, вот так, то есть получается по дегонали вот такое скручивание. А это рукой натягиваем максимально, то есть получается первый прием, растяжка, вторая ротация, и третий, чуть-то довернули руку на мясочную кость, и подклант поставили. Движения такие мелкие, незаметные, поэтому я рассказываю долго. Ну ладно, чтобы ролик не был короткий, мы продолжим записывать его еще и со стороны, когда человек лежит пупком к Богу, к шоколадному глазу вас. Переворачивайся. Ну я шучу, шучу, конечно. Так, накрываем тебя, дополнительно расслабляем ему шейные мышцы, растянув на себя. Если без масла работаю, ничего там наценится кожа, нормально? Чтобы усилить напряжение, натяжение, можно перейдеться в живот, вдоль растянув дополнить смешение мышцы сзади, с легкими массирующими движениями. Помогаем, расслабиться, делаем вот такую вот тарелочку, да, и маленькие и мягкие такие движения пальчиками, ну вот эти мышцы со стерильной отростки возле затылочной кости, да, вот так вот так тягиваем на себя. Теперь будем растягивать все шереные мышцы. Грудинно-сосцевидно, ключичная мышца, подключичная, вот она находится, ее в таком повороте, вверху видно. Упираемся, ну во-первых, держать не надо сильно, да, просто мягенько-мягенько ее проработали. Здесь надо крепиться к затылочной кости, мы ее оттягиваем дальше, а здесь на ключице. Дополнительно мы ее растягиваем. И сейчас пойдем по кругу вокруг всех мышц, вокруг черепа. Завернули руку за затылок, схватили с той стороны, да, и возложили свое предплечье на челюсть, на нижнюю челюсть. Здесь уперлись в плечо и поворачиваем в ту сторону, получается перпендикулярно оси позвоночника. Сейчас у вас позвоночник поддемонстрируем. Красная линия у нас онлезирует, у вас позвоночник. То есть первое движение вот так, второе движение под 45 градусов, мы растягиваем, треящее движение под 20 градусов примерно под 10-15 к этой линии. Первое растяжение, второе, третье. Видите, меняем угол. Сюда, сюда, сюда. Ну, то же самое проделаем с противоположной стороны. Сосновидно грудиную подключичную мышцу. И пошли по кругу, вокруг всего черепа. Далее делаем растяжение позвоночника вот в эту сторону, усиливая как бы лордоз его. Таким образом, что ставим пальчики гребенка на стол, да, и вокруг них растягиваем шею. Первый проход просто вытягиваем. Второй проход с эмбрацией, с дрожью. Третий проход по очереди. Так, демонстрирую. Туда прям выныряется, прямо под грудные позвонки. Там третий, четвертый грудной позвонок, там мы вот аж на туда вот доходим. Подняли. Сейчас, наверное, у нас там чуть-чуть. Так же, буквально. Подняли, вытягиваем. Шея угибается, угибается, угибается. Убираемся в затылок. И натягиваем на себя. Второй проход с эмбрацией. Мелкая, такая, дробная эмбрация. Третья, мы расшатываем эти позвонки в стороны. Лево-право, лево-право, лево-право. Так, и продолжаем тем, что с этой стороны мы можем провести диагностику шеи. Значит, взяли мягко, а под затылком она должна висеть прямо на ваших пальчиках, на указательных. Вот так вот, такой момент качания должны почувствовать. Значит, она полностью расслаблена. И теперь поворачиваем ее, а указательным пальцем я шугую боковые отростки. С поворотами, с наклоном и проверяем. Подхожу. Вот саму череп. Атлант проверяю. Позвонка Атланта, потом подойдите, посмотрите. У него нету единственного позвонка, которого нет арсистового отростка, но есть боковые. И боковые достаточно широкие. Они прямо вот под мышелковую косточку этот находится. Вот прямо здесь. Только не с этой стороны ее давите. Тут лимфоузел, да? А с той стороны, за ней, сзади. Проверили на поворотную ротацию. Проверили на наклоны, флексию и гиперэкстензию. Проверили вот самый большой отросток у второго позвонка шейного. Аксис называется, но он раздвоенный. И тут можно легко ошибиться. Если он повернут, сдвинут вбок, да? То у него один будет выпирать. Ну, например, влево. А если он ротирован, он будет выпирать с другой стороны. То есть он также и повернут, и сдвинут, и ротирован. Ну, получается, он будет выпирать с этой стороны. Чтобы... Противоположное. Чтобы в этом удостовериться, обязательно сравнивать с его боковым отростком. Потому что при ротации боковой отросток будет выходить в сторону больше. Это вам подскажет, да? Что он не так сдвинут, а он еще и ротирован. И также проверяем все остальные. Там, 34, 7 позвонок. Вот. Если нашли, что у нас позвонок, например, 7 и 1 грудной, сдвинуты вот в эту сторону. В данном случае, влево. То берем голову, скручиваем, под 45 градусов флексия, и ротация. Но перед этим, давайте так. Перед всеми манипуляционными приемами, да, и правками, вот там написано, что всегда делаем сначала вытягивание. Особенно если работаем с шеей и с поясницей, то после таких вот жестких щелчков, хрустов, да, вот этих вот. Когда феномен от этого щелчка мы слышим, то в конце тоже релакс и вытягивание, тракция. Поэтому делаем тракцию. Захватили за затылочную позатышу кость, вот голова висит, видите, на перепонке моей руки, между большим и газетным пальцем. Мягко захватили за челюсть, предупредили, чтобы человек захлыл глаза и замкнул челюсть. Ладони можно, но лучше делать предплечье, она мягче. И натянули на себя несколько раз. Потом повернули флексию вперед, и натянули вперед. Потом плата рефлексия в бок, ротация по столь козрацов, и потянули в один бок. То же самое проделали в другую сторону. При поворотах так же смотрите, чтобы у вас кончик носа оставался на красном линии оси позвоночника. Ну, кто хочет, можете пытаться сверху посмотреть или фотографировать. Да? Ну, фотографируй. Что он на одной оси бежит. Вот. И после этого делаем прием. Соответственно, вот я упираюсь в седьмой шейный позвонок вот этой косточкой указательного пальца. и на нее накручиваю, уже напрягся, справляешься, и на нее накручиваю голову, накручиваю, накручиваю, и потом одновременно эту руку сюда добавлю, а эту руку головой подкручиваю по спирали как бы вверх. Раз. Так можно пройти, там, вот я руку чую с месяцем, да? Тридцать четвертый позвонок. Вот. Второй позвонок сложнее поставить, да? Если он сдвинут вот опять в эту сторону, да, то можно упереться вот в эту сторону, вот так вот в голову, да? И практически вот в нижнюю челюсть упираемся рукой, да? И вот таким движением, опять клиент напрягся, вот таким движением ставим его в обратную сторону, туда, соответственно. Опять по нашей схеме смотрите логику движений. Мы в противоположной стороне, куда нам надо поставить, растянули максимально, да? И еще и нагнули, чтобы получилось вакантное место. И потом туда же, упираясь, мы вставляем позвонок. И опять с декомпрессией. То есть все, что идет от крестца, делается вверх. То есть все равно наше движение идет вверх. Тут, может, незаметно, но я делаю туда. Чтобы усилить этот прием, ну, у вас, например, не хватило, да? в момент движения, то предлагаю руку положить на плечо, в упор в плечо, и другой стороны ладони или по тенорам. Упираемся вот в второй позвонок. Получается растяжение вот в ту сторону, вот вверх идет. И вот такой делали. Модельфикационный толчок. Так, теперь, если у нас второй позвонок, аксис, ушел в сторону, вот это сложно, надо подумать. вот он повернулся в сторону, сюда, да? Мы его будем ставить. Давайте поближе. Получается ротирован вправо, да? Влево. То мы будем его ставить, во-первых, упередшись в него, да? Во-вторых, чтобы его довернуть, нам нужно голову повернуть за череп. Куда? Сюда? Или сюда? Ну, это вопрос. В общем, если вы голову будете поворачивать в эту же сторону, да? То есть голову мы вращаем вот так, получается, ну, если смотреть по аксиальной плоскости, да? Мы, получается, голову вращаем против часовой стрелки. Вернее, ну, отсюда, если да, по часовой стрелке. А позвонок надо повернуться обратно против часовой стрелки, да? Вот это неправильно. Надо его повернуть сюда, и головой мы докручиваем и помогаем ему еще вот эту сторону. Тоже в... против часовой стрелки. И так, демонстрирую. Вот этот подтяжку большого пальца, вот, в горячем пальце, подкладываю под второй позвонок. Соответственно, мне нужно может быть, вот, соответственно, не сочетать, чтобы не загоряжить видео. Давайте с другим, в другую сторону. Как будто бы, вот, в ту сторону, погажем, да? Подложил, разверну голову сюда, то есть, раскрыв максимально, по-моему, и за висок и нижнюю челюсть и голову буду поворачивать в ту сторону. Подновременно. И второй позвонок. И голову. Ну, и так же, в ту сторону. Не получилось у нее попасть. Еще раз мы по развернули, довернули голову, и расслабляем, клапсим. Почувствуем момент расслабления, и после этого довернули. Вот он там щелкнулся сейчас, да? Ну, легонечко, мягко было. Так, следующий прием. Если этого недостаточно, да, если вы чувствуете, что сопротивляется, то нужно тогда увеличить мах, инерсию задать больше. Тогда попросим его подвинуться сюда. Кроме, подвигайте. Еще. Все, 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 все. Чтобы линия плечей лежала в крови с краем с торца. Мягко пустели голову. Можно дать примерно минутку так повесить у человека, да? Чтобы он привык. И при этом вот растянулись ширеные мышцы. Теперь делаем не флексию, а экстензию. Глантар-экстензия назад. И ротация по 40 градусов. Вот получилось у него. Тоже самое прием, только с наклоном. Так, вот что я уже сделал. Теперь сверховочную сторону. Так же подставляем туда костяшку пальца, указательную, да? Голову. Возвращаем. Достаточно резко. С клипным наклоном. Раз. Все. Возвращаем человека обратно. Ложись, ложись. И если у вас была достаточно серьезная манипуляция, такая, что человек вскрикнул, кричал, мог там дернуться, да? Спазмировались мышцы, да? В никаком случае таким нельзя оставить. Опять берем и опять ему за затылок и вот так вот вытягиваем. Тракционные приемы. Тракционные приемы, мягко-мягко-мягко, далее. В окончании сеанса расслабиться, релаксировать и спокойно вылежать. На этом сеанс можно закончить, но для нашего видео я еще покажу те же самые приемы, когда человек лежит на спине, ой, на животе, переворачиваясь, но в позе сфинкса, так скажем. Помнишь позу сфинкса? Да. Ставим руки перпендикулярно, на столу. Чтобы они не мешали голове, попытайтесь его попросить схватиться за краешек стола, вот так вот, чтобы голова свободно висела. Если он поставил руки широко, вот, пошире поставим, вот, то иногда у некоторых бывают лопатки так сходятся, что тут просто ничего не прочувствуете. Поэтому можно попросить ближе к другу, вот там, вот видите, вот он раскрывается в пузанке. И, соответственно, сюда тоже продиагностировать. Сразу видно, какой повернут влево, какой вправо. Также голова расслаблена. Не туси, туси, руками держись. То есть, руками надо развенуть вот так, плоскостью. Да. Вот, чтобы не мешало голове. берем за лопатки, ты расслабляйся, при этом, мы полностью расслабляемся, плоскостью, плоскостью, а сами так же диагностируем. атлант проверяем на скручивание, на вращение, на наклоны, сейчас подные пузанки проверяем, соразмерно смотрим боковые отростки с ротацией астистых отростков. И когда почувствуем, мы уже помним, что нужно делать. Ну, что нужно делать? Во-первых, мы можем упереться теперь вот косточкой большого пальца вот сюда, если, если нижние подвонки, допустим, седьмой или шестой, да, всю руку налагаем как демень безопасности в машине, плотно держа его корпус, а голову расслабься, расслабься, а голову на эту руку. Закручиваем и составляем, еще расслабься. Если верхние позвонки, да, ну, там, второй, третий, то можно положить его голову мягко на свои предплечья, поворачивая ко мне голову, вот, она должна висеть вот так, как будто вы падает, вот, не падает. После этого руку ставим в другую сторону, по другой диагонали, да, накручиваем на себя, можно даже пальцами на тебе переться, вот такие, какие-то нужны. Накручиваем, ну, например, где-в 3-4-й, тенором в ладони. Накручиваем, 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 и тогда почувствуем, что он расслабился, падает голова, ну, резко поворачиваем вверх, свою руку. Вот, произошел там такой щелчок. Ну, я специально, человек, все нормально, это я просто для демонстрации, не довожу, как бы до финала. Так, ну, вот на этом мы закончим. А в следующем видеоуроке посмотрим переднюю, заднюю леваду, прожмем опять используется позвоночник, так что вы от нас не отключаетесь, лучше вообще приходите, не смотрите эти видео напрасно, да, это по-видим, все равно ничего не поймете, научитесь, потому что всегда есть нюансы в работе, пальцы там какие-то руки поставить, да, это все вы приобретете, когда придется на тренинге. Олег Голокудин вас всему научит, поэтому жду вас на наших тренингах, а если смотрите в ютубе, ставьте лайки и нажимите на колокольчик, чтобы получать новое уведомление о полезных видео.